Merry Christmas! С Рождеством Христовым! Поздравляю вас все мои друзья! All my friends! Я поздравляю из этого чудесного уголочка, из дома моих друзей. И я хочу сказать в следующем фильме, что это Рождество для меня особенное. Не только из-за того, что мир начал изменяться в лучшую сторону. Я получил сказочный подарок, о котором я расскажу. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 25 декабря 2014 года. Мы сегодня здесь, в Великобритании, празднуем Рождество Христово. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым Годом, с Рождеством Христовым. Merry Christmas! Feliz Navida! Для всех моих друзей. Para todos mis amigos. For all my friends. На всех континентах, которые есть. И я хочу вам пожелать крепкого сибирского здоровья. Настоящего здоровья. Я хочу пожелать вам всем успехов в семье. Я хочу пожелать вам всем быть в Новом Году счастливыми. И начинать строить свою счастливую жизнь каждый в своей семье. Потому что каждый знает, что если в вашей семье все хорошо, то и весь мир трансформируется в прекрасную действительность. Вот сейчас я специально начал показывать вот такой репортаж с маленького интересного рождественского уголка. И вот вы видите на переднем плане бутылочку чилийского вина Cabernet Sauvignon Gato Negro. Это вино Черный Кот. Я обожаю это вино. Я впервые его попробовал в 2004 году, когда впервые посетил Чили. Есть такое вино и в Аргентине. Но это вино в Аргентине, оно напоминает обычный компот. А это вино изумительное. И вот представьте себе, что когда моим английским друзьям я задал вопрос. Вернее, они спросили меня, что бы ты хотел видеть на новогодний подарок. Я сказал, о, было бы классно. А меня спросили, ты любишь вино или пиво? Я сказал, пиво не пью, крепких напитков не пью. Было бы классно, классно. Это моя мечта. Я облазил кучу винных магазинов в Великобритании. Казалось бы, здесь есть все. И я бы хотел попробовать вспомнить забытый давно вкус чилийского, именно чилийского, вина Gato Negro, Черный Кот. Сказал и забыл. И представляете, вчера, когда нам вручали корзину с подарками, я особо не отдавал отчета. Ну, вино стоит красное, три бутылочки. Я там не особый любитель питья. И вот когда я пришел домой и решил посмотреть, что же мне подарили в предрождественскую ночь, мои друзья, я увидел Gato Negro. Я прыгал полчаса с самыми лучшими пожеланиями, восклицаниями к моим английским друзьям. Когда на следующий день я посетил их с дружественным визитом в доме, я спросил. Я сказал огромное спасибо за этот подарок, за этот действительный подарок. И спросил, где же вы нашли это вино? Ведь я безуспешно его пытаюсь искать не только в Англии. Я искал его в Испании, я искал его в Португалии, в Германии, на Украине, в России, в Белоруссии. Чилийские вина есть, а Gato Negro как будто пропала из жизни, как будто это было с какой-то сказочной давней-давней сказки. Они говорят, представляешь, а это очень богатые люди. Мы объездили огромное количество супермаркетов, ну, огромное относительно, то есть самых известных, самых дорогих супермаркетов. Мы спросили в дорогих винных шопах, магазинах и только лишь в огромном супермаркете. Даже специально не буду называть имя для того, чтобы можно было там найти затерявшуюся бутылочку. Это очень дорогой магазин Белая Роза. Сказал, да. Они нашли всего лишь две бутылочки Gato Negro. Это вино существует три разновидности, но они как раз нашли ту разновидность, которую, ну, я просто обожаю. Для меня ассоциации с Gato Negro, это как будто я Чили посетил. Я его даже специально еще не открыл. Я его держу на самую торжественную часть сегодняшнего дня, на вечер, когда я достану красную рыбку, когда я достану икорочку, когда на стол будут поставлены явства, и мы будем в семейном кругу праздновать Рождество Христово. Ну, вот мы живем в католической стране, значит, по тем нормам и правилам, на территории которых мы находимся. Так вот, представьте, две бутылочки, одна, одна где-то заделась в ихнем доме, но они сказали, мы найдем, а одна попала ко мне в руки. Представляете, Великобритания, страна с богатейшей традицией, культурами, сказалось бы, здесь есть все. И только лишь одна бутылочка Gato Negro ждала меня. Для меня это истинный подарок, для меня это впервые за много лет подарок, который принес мне море радости. Не из-за того, что там в середине, я вкус помню до сегодняшнего дня. Он для меня, этот подарок, не имеет цены. Это для меня как символ изменения пространства и улучшения его в заданном направлении. Еще раз поздравляю, todos mis amigos, all my friends, всех моих друзей с грядущими праздниками, с приходящим Новым Годом. Я желаю вам всем в этом году воплощения всех желаний. Я желаю всему украинскому народу на территории страны, которая вырос и рос, улучшения ситуации для того, чтобы остановилась война. И чтобы, наконец, мы начали строить нормальную, счастливую жизнь. Такую жизнь, которую мы заслуживаем. С вами был Константин Перегуда и канал Мега Аргентина.